...среды к вашим услугам. Меня зовут Ольга Журавлёва из Петербурга. К нам, как полагается, присоединяется Александр Невзоров. Здравствуйте. Да, привет, Оленька. Привет, привет. И Виталий Наумович Демарский. Здрасте, Виталий Наумович. Я тоже на месте, да. Да, мы находимся в гостинице Гильвеца, что, в общем, не секрет и уже давно тратится. Но давайте мы сразу приступим к делу. Я хочу сказать, что вот только я прошу отметить, что вот открываются кавычки, открываются кавычки, я цитирую, цитирую, подчеркиваю, да, надо хорошо, чтобы сгорело в 20 раз больше. Это не конкретно про Кемерова, это про пермский ночной клуб «Хромая лошадь». Но, в принципе, реплика применима и к сегодняшней ситуации. Чуть позже я скажу, чье именно это мнение, да. Так. Ну, понятное дело, да, да, да. Пройдет неделя, с Кемерово наиграются и забудут, да. Тема перестанет быть информационным товаром, и вот такой всероссийский цирк скорби закончится. Рейтинговые цифры по каналам беспощадно. Они покажут угасание интереса, и все будет по ним хорошо видно. Пока идет ослепление. Является ли Кемерово чисто русской историей, да не в малейшей степени, как показывает недавний опыт, какой-нибудь там Гринфилд Тауэр, 80 человек сгорают без всякого участия чиновных туш, глупой власти, примитивных охранников, никуда не годной пожарной охраны. В общем, сгорают. Конечно, и гостиница «Ленинград» в Петербурге тоже, которая существовала в другой дисциплинарной административной реакции, тоже сгорает. Гостиница «Россия», кстати. Да, сгорает быстро, легко и страшно. Но вообще свинства там, конечно, было очень много, примитивизма. Но Юль Латынина настолько хорошо и точно уже написала портрет явления, что с ней конкурировать невозможно. Юлька зла, лаконична, но сделала все это очень хорошо. Но я хочу поговорить о Кемерове как о суперхайпе, да? Потому что ведь как все оперативно? Отреагировали первыми, отреагировали различные певцы, артистки, вокалистки безумные. Так, как будто бы они часами сидели, сутками сидели и ждали какого-нибудь пожара с трупами, чтобы тут же вырваться в эфир и резко наскорбить и включить вселенскую скорбь. При том, что искусством поскорбить сейчас может обладеть каждый. Там фразеология очень примитивная. И это все напоминает такой магазин по продаже часов с кукушкой, да? Где открывается одна дверца, вторая выскакивает какой-нибудь Галкин наскорбел, выскакивает второй какой-нибудь Галкин тоже наскорбел. И все внимательно и ревнево смотрят, чтобы кто-нибудь не перескорбел бы. И чтобы никто бы в скорби не превзошел. Я подозреваю, что во всем этом как бы подлинной скорби примерно столько же, сколько сыра в тех сырообразных продуктах, которые продаются нынче в российских магазинах. Я вот не скорблю, но я, честно говоря, и не притворяюсь. Я очень много видел смертей, в том числе и массовых убийств, и смертей за свою жизнь. И поэтому, может быть, и на меня это такого впечатления не производит. Но я и не прикидываюсь. Но я помимо смертей видел много подлинной живой скорби, настоящей скорби. И то, что я вижу на скорбь, категорически не похоже. Потому что подлинная скорбь никогда не стремилась заявить о себе. То, что сейчас происходит в России, это какая-то неизвестная науке разновидность скорби. Вот отупевшие, оглохшие от настоящего горя люди, ослепшие. Они не красят аватарочки в радикально черные цвета. Они не подбирают количество свечечек. Они не спорят за то, сколько цветочков должно быть в траурных калажиках. И более того, они не организуют никогда комитеты по выявлению недостаточно скорбящих. Или не так скорбящих. Или вообще каких-нибудь бесскорбленцев. Я внимательно отнесся к кемеровской истории и запомнил ее. Кто-то же должен вообще сохранять трезвость в этой стране. Я думаю, что никаких сложных объяснений искать не надо. Потому что интернет-скорбь нынче очень хорошо монетизируется. Дает подписчиков совершенно бешеные урожаи лайков. И все спешат исполнить этот ритуал сочувствия. И вот эти вот артисты, певички, блогеры. Они как раз и заваривают всю эту кашу. Они заводят среду, которая превращается в огромный такой истеричный комитет скорби. И задача этого комитета, кроме аватарочек и свечек, выявить, кто скорбит недостаточно. Или ужас, кто не скорбит вообще. Такая вот нелогичная реакция российского общества. Да, действительно, всякие ТРЦ. Понятное дело, что это не подарок. Саш, но в то же время есть люди, безымянные люди, даже тысячи, я могу сказать, безымянных людей. Ни актрис, ни режиссеров. Людей непубличных, которые просто приходят на площади, не требуют никакой публичности. Мы не их сейчас обсуждаем. Мы говорим о том, кто... Это тоже российское общество. Друг мой Демарский, если бы они приходили, это не имело бы ни того медийного резонанса, ни того повсеместного распространения. Они не организуют эти комитеты. Они не... Вот не возникает, скажем так, этой цепной реакции повальной и в основном лицемерной скорби медийной. Мы обсуждаем медийную сторону дела, да? Я прошу прощения, Александр Глебович. Да. У нас медийно обсуждается или не обсуждается, или демонстрируется еще и такая новая для меня, во всяком случае, форма скорби, как сочувствие Владимиру Владимировичу Путину в этой ситуации. Это тоже все медийно. Это все первыми лицами транслируется. И вот этот вот феномен мне можете объяснить? Ну, вот обратите внимание... Сочувствие детям я понять могу. А вот сочувствие и призывы собраться и прекратить там страдать и сочувствовать Путину я понять не могу вообще. Ну, здесь таким универсальным ключиком к твоему вопросу, универсальным ответом является, например, Тулеев, который как обгадившийся кот, вот он нашел перед кем извиняться. Он извиняется перед хозяином, да, истерится перед хозяином, что вот извините, у нас тут уголечечки, у нас тут не убрано, сейчас приберем, приберем. И вот этих вот бузотеров тоже вообще, конечно, Оля, чудовищно, что делает с людьми власть, потому что я помню его 30 лет назад. Эммангель Депута Газеевича? Да, добрый, храбрый, умный. И сейчас он просто превращен в какой-то позорный говорящий студень. То есть, надо понимать, что, конечно, власть уродует, и я это вижу своими глазами, уродует практически безвозвратно. Я про другое говорю. Понятное дело, что все эти торгово-развлекательные центры и комплексы, это как бы потенциальные костры. И мерзкий сюрприз содержится в каждом из них, но он на то и сюрприз, чтобы сработать только в радикальную минуту. И вот тогда выяснится, что, может быть, двери и не закрываются, но зато как-нибудь падают внутрь. Ну, то есть, сюрприз есть сюрприз, он, вероятно, еще ждет. Но я говорю о том, кто это генерирует, все это возмущение, и кто без конца возвращается и возвращается к этой теме. Те люди, которые сделали все, чтобы эти русские дети никогда бы не увидели там ни Диснейленда, ни Пьюдефу, вообще ничего, чтобы они сидели в этой изоляции, ходили бы в эти дешевые дерьмовые ТЦ, и там бултыхались бы в грязных пенопластовых шарах. Это те люди, которые проголосовали за то, чтобы двери были закрыты, за то, чтобы сигнализация, которая может и беспокоить, была бы отключена, за то, чтобы тех, кто осмеливается кричать «пожар, пожар», немедленно винтили бы и прятали бы куда подальше. Это те люди, которые, в общем, сами выбрали, а их 76%, да, согласно последним результатам. И вот эти вот старые дешевые забавы для своих детей выбрали они, и они же, в общем, этих детей засовывают в ту потенциальную вечную опасность, потому что ведь и изоляционизм, и крымнаж, и огромные ракеты. Вот запереться, выключить всех, кто осмеливается давать сигналы бедствия, и смотреть вечный, блин, мультик про огромную ракету, которая куда-нибудь летит. Замечательная участь, замечательная судьба. Стабильность, знаете ли, она очаровывает. Они, кстати говоря, и хайпуют на этом, да, потому что мы говорим, опять-таки, про медийную реальность. Но вот что интересно, и чего у нас не было еще никогда, у нас начали хайповать по-крупному попы, да, используя кемеровский пожар. Да, да, да. Вот там ускорбились, там еще не косило морды, и сразу хитренько как-то забылось, что в один ряд со всеми другими нечестивцами, со всякими пожарными, тупыми охранниками, бездарными инженерами еще можно поставить попов, которые, кстати говоря, освещали все это, весь этот роскошный, огромный сарай РЦ «Зимняя вишня», но, видно, сделали свою работу тоже, что называется, некачественно. Дело не в этом. Можно исследовать другое. Да. Ведь что они пишут? Они пишут, что это Господь наслал скорби, послал в наказание за несоблюдение поста. Как? За что? Да? Это лучше за результаты выборов. Нет, за несоблюдение поста. Почитайте, например, Проханова с его рассуждениями о пузырях пророка, о том, как это недопустимо во время аскезы. А вот фраза про то, что надо, чтобы сгорело в 20 раз... Дмитрий Андреевич, большой аскет. Да. Все-таки он не священник, как мы заметили. А подожди, есть и священники. Вот эта фраза «надо бы, чтобы сгорело в 20 раз больше» — это вот не про Кимерова, это когда погибло 156 человек в хромой лошади, и это заявил преподаватель семинария метрофорной протеерии, монах Баранов, приводит этот рассказ, когда он еще учился в семинарии, и произошла эта трагедия в хромовой лошади. Вот именно так заявляли папы, да? Он там это с фамилиями преподавателей, и делает на своем сайте это достаточно умело и хорошо. И черносотинцы, и попы, они очень умело хайпуют, они называют мерзкие храмы потребления, что вообще это воскресенье, да? Почему дети в обители пороков, почему дети не в храме? Может быть, это и заслуженность с их точки зрения. И чего еще ждать тем, кто воскресный постный день проводит в мерзом шопинге, да? Это тоже реплики от них. Великий пост, воскресный день пренебрежения памятью Марии Египетской, которая отмечалась в этот день. Но она, Мария Египетская, она была знаменита тем, что она всю жизнь не мылась, и никогда не посещала торгово-развлекательных комплексов, чем, собственно говоря, и прославилась знаменита. Александр Ильич, простите, но есть еще один момент. Вообще в этом ужасе, и вот как вы говорите, в этом хайпе, такие кувшины и рылы вылезают, что даже ваши возлюбленные попы – это все тоже детский лепет. Есть и вполне такие бодрые версии про бесчисленные трупы, есть бодрые версии про то, что евреи сжигали в торговом центре детей. И это тоже прекрасным образом произрастает на просторах медиа. Тут уж не к попам претензии, простите. Нет, я просто говорю про то, что мы же исследуем, да, исследуем и наблюдаем. Я говорю про то, что поповский хайп – это, скажем так, новация. Но самое интересное, что в сочетании с воплями артистов как бы получается такая деталь этого жуткого адского конструктора под названием «Зимняя вишня» вот прямо так вщелкивается в этот конструктор. и постоянная при этом наивная апелляция к государству. Они не могут вытряхнуть государство из мозгов, они к государству относятся прямо вот к такой силе типа гравитации, да, которая непреодолима и за все ответственна. Но государство-то никому ничего не должно. Да, должны вы все государству, потому что все эти проблемы, на самом деле, примерно так же интересуют Кремль, как ревматизм крепостного интересовал помещика. То есть не сильно-то интересуются. Но сейчас, по-моему, произошло что-то, что не заметить было невозможно. Подожди, Оль, подожди. Давай сейчас договорим про количество трупов. Трудно сказать. Я хорошо изучил один только пожар, большой, крупный пожар в своей жизни. Это пожар гостиницы «Ленинград». И, скажем так, был самым прямым свидетелем и очевидцем всего, что там происходило, в том числе и так называемых разборок и определений того, что труп, что не труп. И я могу сказать, что совершенно случайно, снимая и пятись, я почувствовал под ногами какой-то такой хрустик и понял, что я стою в чьем-то скелете обгоревшем, потому что гидроксилиопатит кальция сохраняет формовку ребер, по крайней мере. Это, в общем, интересный такой конгломерат разных минералов, которые даже после полного сгорания некие формы еще остаются. И он тут же рассыпался. То есть, это уже вопрос квалификации следственной бригады определить точное количество. Я видел, насколько люди превращались, там, адские температуры. Горела гостиница «Ленинград», которая вся была бетонная, и там спустя сутки пол еще сохранял раскаленность. Там, где железобетонные балки, которые от жара тоже прогибаются, они позволяли пройти по какому-то месту, вот там все это было. И я не уверен, что вообще возможен какой-то точный подсчет. При том, что я склоняюсь к тому, что Следственный комитет не будет нагнетать, и вместе с тем не будет прятаться, потому что очень легко ведь выяснить по числу пропавших без вести, и, скорее всего, цифры очень правильные. Но вот что ты заметила верно, вот мы видим вдруг этот всплеск протестности. И что интересно, этот всплеск протестности вдруг последовал прямо за триумфом. Вдруг эта протестность поперла из всех щелей. Вслед за триумфом выборов. Одного губернатора побили, другого губернатора закидали обломками льда, третьему чуть ли не сделали липосакцию с помощью двух КАМАЗов, но это не допустила Росгвардия. Но закономерности как бы выводить рано. Хотя некие соображения у меня уже народились, и они есть. Кемерово, Свалки, об обитии губернаторов, они еще пока не складываются в систему. Но мы уже услышали ключевое словечко, значит, от говорящего студня. Слово «бузатеры». Мы знаем, что только в минуты абсолютной растерянности, когда очень трусливая, очень глупая, но очень чуткая власть начинает ощущать колебания, которых не должно было бы быть, оно эти словечки пускает в ход. И, как выяснилось, этот вот давным-давно осыревший, провонявший порох народных страстей, который вроде бы уже не способен был воспламениться, он оказывается абсолютно в боеспособном рабочем состоянии. И воспламеняется очень хорошо. Вот это вот пост-триумфальное время, время после выборов, оно поразительно опасно. Вот смотрите, причины землетрясений бывают самыми разными. Бывают тектонические, бывают вулканические, бывают землетрясения, где разные волны, поперечные или продольные, Пи-волны, С-волны, идут с разных глубин, и тогда это землетрясения, порожденные самыми разными причинами. Но последствия этих землетрясений всегда абсолютно одинаковы. Это разрушение и бедствие. И что интересно, такая же история примерно в политике. Не важно, что именно. Триумф, поражение лидера, общее воодушевление или общее угнетение породило это движение. Волн, какое именно событие, не важно. Важно, что пошли волны. И продольные, и поперечные, и Пи, и Си. Вот после референдума по Союзу, вспомните, Демарского это должно хорошо помнить, сразу после него все обрушения и начались. Одно за другим. А референдум, между прочим, я напомню, высказался за сохранение Советского Союза. Да, да, да. Вот это вот началось колебание социальных почв. Это не так все просто. Началось колебание, не важно, что его вызвало. Оно началось. Вот любая умная власть должна как огня бояться всяких выборов и всяких референдумов, потому что они приводят эти социальные пласты и социальные почвы в движение. Оно... Александр, смотрите вопрос. Извините, по поводу бусотерства и власти. Смотрите, реакция местной кемеровской власти. Да, ведь были уволены вице-губернатор и начальник управления внутренней политики. То есть люди, отвечающие не за безопасность, не за ТРЦ, не за... что там еще, да? Не за строительство. Люди, которые не засветили... Да, а люди, отвечающие за политику. Ну, это конвульсивные, беспомощные движения. Власть абсолютно не знает. Власть считает, что для нее в этой ситуации главное это обеспечить себе политическое... Да, да. А не бороться с нарушениями пожарной безопасности. Я думаю, что дело не в этом. Я думаю, что они просто не умеют реагировать. Они не считали этих ситуаций. Они к ним абсолютно не готовы. Но я думаю, что вот есть эта простая трактовка этих вот колебаний, которые начались и которые мы все вдруг ощутили. То, что клиент назвал провокациями. Да, да. Эта трактовка, она очень простая, конечно, на первый взгляд. Но я подозреваю, что, следуя принципу Акама, она и верная. Вот жили себе люди. Жили и знали, что от них ни черта абсолютно не зависит. Что все их желания, мечты и прочее это такой вздор скучный уже им самим. И жили вот в такой вот социальной и политической заплесневелости. Но нет. Да, вот пришла пора. Выпрыгнули на арену всякие злобные, оплеванные клоуны на федеральных каналах, всякие агитаторы, аниматоры, Кремли, антикремли. И стали этим людям внушать, что от их мнения чего-то зависит. А публика же преимущественно маломозглая. И она в это поверила. Как только она в это поверила, она и начала действовать соответственно. То есть вот все эти тектонические слои приведены в движение именно неуемной жаждой бешеного триумфа и бешеной явки. Им говорили, ребят, не нужно вам будить такую явку. Удовольствуйтесь вы какими-нибудь пятьюдесятью-пятью процентами и будьте счастливы. Не надо создавать ситуацию, которая может полностью выйти из-под вашего контроля. И понятно, что теперь, я не знаю, как это будет развиваться, непонятно, что будет с этими обкиданными. Понятно, что Тулеева его ведь даже айсбергом не сдвинешь, но его зато можно перетопить на что-нибудь полезное. Вы видите, вот Мизулина же как, вы считали, что... Да, но вот эти все властные... Что весь этот пожар, это удар в спину Путина. Да. А это правильно все. Это все правильно, потому что у землетрясения, есть такое смешное свойство, о нем мало говорят, но оно хорошо известно физиологам. Дело в том, что у всех млекопитающих животных, включая человека, та часть тригеминуса, тригоминального нерва, которая отвечает за открытие верхнего века, она очень чутким образом ориентирована... вот эта надглазничная и надблоковая часть лобного нерва, но лобный нерв – это ответвление тригеминуса. И вот эволюционно так заложено, поскольку это все рождалось еще в ту пору, когда сейсмик и Земли была совершенно иной, гораздо более богатой, вот любые колебания, они открывают глаза. Они открывают глаза, и это самое страшное. Вероятно, то же самое произойдет и здесь. Я, кстати говоря, не в восторге. Я вот не хотел, чтобы глаза начали открываться быстро, потому что у меня есть еще недоисследованные всякие вещи, которые я хотел бы... Вы, наоборот, говорили, давайте больше ужаса. Подождите, подождите, вот... Нет, 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 ужас, так ужас, ужас то, что происходит сейчас, да. Я его, скажем так, не до конца исследовал, я не весь еще процесс понял. Но, конечно, вот основная проблема, что те, кто, по идее, давно-давно-давно ушли, они продолжают рулить. Хотя не все. Вот Мавроди, например, же помер. Это самое лучшее, что он мог сделать. Причем это не вызвало никакого интереса. Его просто как сломанный автомат игровой спихнули в какую-то могилу. И сейчас на этой могиле, вероятно, там вырастут усы Грудинина максимум. Да, потому что должно было прийти поколение совершенно новых жуликов. Принципиально новых, как в Терминаторе. Когда одна модель Терминаторов заменяла другую. И с каждым разом все более и более совершенная. Вот жулики такой формации, как Мавроди, они, в общем, уже, конечно, не в чести. Хотя, я не знаю, его, кстати, похоронили или кремировали. Потому что пепел Мавроди, я думаю, еще долго будет стучать в русские сердца. И будет какое-нибудь еще новое поколение сверхжуликов. Но вообще мы имеем дело... Я думаю, что он, в общем, пользуется любой его определенных. Да, и мы это облегали. И до сих пор, я думаю, что какие-нибудь тетушки думают, как жалко нам этого Сережи. Он такой хороший. Нет, но по сравнению с сегодняшними персонажами, конечно, он хороший. Конечно, он еще абсолютно... Ну, тоже самое поколение, что и Тулеев, простите. Он начинал действовать-то вот тогда же приблизительно. Но они только на разных площадках только здесь. Да, и неизвестно, какая площадка была выгодна. Но вот я говорю, вот сейчас они уходят, но до сих пор все равно работает все устаревшее. Причем работает на износ, и работает последние, судя по всему, там, дни, часы, месяцы, минуты. Это к вашему вопросу о том, как долго это все будет продолжаться. Ну, наша программа будет продолжаться и после новостей. Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлева в Невзоровских средах. Напоминаю, что СМС, кем мы читаем, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот, семьдесят, сорок пять, сорок пять. И чат Ютьюба тоже внимательно за ним следим. Всем спасибо. Встречаемся после новостей. Невзоровские среды Невзоровские среды 21.33 продолжаются Невзоровские среды. Ольга Журавлева из Москвы, а из Петербурга, как и полагается, Виталий Дымарский и Александр Невзоров. Джентльмены, наденьте наушники. Да, мы надели наушники. Мы здесь побеседовали немножко. Мы спорили, и я говорю про то, что да, вот все как бы безнадежно устаревшее, потому что вот я в очередной раз наблюдаю баталии по поводу школьного образования. Кстати говоря, Оленька, знаете, как решили, вот по крайней мере, вот это все черносотенно-мракобесное крыло, как они решили назвать ту самую ракету из мультика, которая должна принести смерть и разрушение всему человечеству? Нет, они решили назвать Достоевский. Достоевский. В смысле, все достанет? Вот откройте это, откройте в интернете и внимательно посмотрите. Они продолжают мучить этих бедных детей этой классической русской литературы. Непонятно, они вообще каких людей воспитывают для жизни в каком веке? Для жизни в 19 веке? И вот Шевкунов тут небезызвестный плакался, что вот то поколение, нынешнее поколение, они не хотят знать ту литературу, которую воспитала нас. Ну, правильно. У времени и нет задачи воспитать что-нибудь подобное Шевкунову. Как раз оно бы не хотело такого, чтобы что-нибудь подобное еще вырастало. И вот это кошмарная долбиловка... Это новый литературный стандарт. Да, да, да. Это кошмарная долбиловка со всеми этими печоринами безуховыми, которые будут учить бедных детей, как им жить в 19 столетии. При этом Александр Глебович посмотрел на своего сына. Им очень надо это знать. Который выучился жить в 16 столетии и всем даст сто очков вперед наверняка. Да. И вообще все, что вот по-прежнему, все за что берутся, все отсвечивает бредом, потому что вот, например, озвученная Валентина Ивановна и вдруг Матвиенко, председателем Совета Федерации, инициатива о том, что только многодетность спасет Россию. Мы не будем проводить... Вот эту фразу просто не хочется даже вспоминать, потому что уже и президент тут же про демографию вспомнил в связи с Кемерово. И Мизулина тут же сказал, что столько детей, вот нам нельзя терять, они нам очень нужны. Что от этого просто разит, простите. Я понимаю, да, но я хотел бы расшифровать, потому что Валентину Ивановну сильно испортила Москва, здесь она в Питере отличалась прямотой, и на ее месте она должна была бы как-то разъяснить, прямо разъяснить свою реплику, показать на сенаторов, да, и сказала бы честно, зачем нужна демография, что маловато налогов. Вот посмотрите на них, на всех не хватает. Вот у Павсикакия Карловича второй год яхты не крашена, а у Песестрата Ивановича, простите, на его личном пляже в Монако песок не менен уже три года, а вы не хотите разрастаться и рожать, чтобы у нас были новые налогоплательщики. И солдаты. Бросьте вы это. Да, и солдаты, совершенно верно. При том, что мы видим, как бы, как все рушится вокруг бедной России, мы видим эту показательную высылку дипломатов. Вообще, о какой внешней политике можно говорить, когда внешний политический комитет в Госдуме возглавляет Слуцкий. Слышали недавно, да, вот ему задали какой-то вопрос, он нагляделся, и поскольку он не увидел какой-нибудь лобка, за которую можно было бы пощупать, он решил поговорить о геополитике. При том, что более приторные и примитивные болтовни не порождало даже все Министерство иностранных дел вместе с Захаровой. Понятно, что такая скучная, набившая оскомину фразеология, никого ни к чему не обязывающая. Но я думаю, что вообще вот все те перемены, которые мы видим, и которые внезапно вдруг пришли в Россию, я думаю, что и к Слуцкому тоже придет девочка в розовом и потрогает его за лобок, да? Лобки бывают, зря вы на меня так смотрите, лобки бывают и у мужчин тоже. Вообще, это передняя стенка садов. Кто бы с вами спорил? Подождите, есть конкретно лобок, он отделен от живота лобковой бороздой и тазобедренными бороздами. Он есть и у мужчин. В следующий раз принесите схему. Я вас умолю, схему. Но девочка в розовом запомнилась над тем, что она показывала знак секир башки и что-то вот такое. Да, да, да. Я поэтому и говорю, что к очень многим еще придет девочка в розовом. Непонятно, правда, я боюсь, что вот единственное, кому она не решится зайти, это к Жириновскому, который совсем недавно был публично и официально объявлен ГИМ. Никаких не последовало обновежений. Боль того, нашелся журналист, который подробно описал все сексуальные домогательства, которым он подвергался. Но надо сказать, что общественность как-то восприняла эту всю историю спокойно и с пониманием, потому что ведь Жириновский – это такая черная дыра, в которой любые разоблачения, любые обвинения пропадают без следа, не оказывая никакого влияния. Этим вообще отличается российская власть тем, что она сильно-сильно напоминает черные дыры. Но вообще вот эти вот все проделки Жириновского, они давно не производят впечатления, и разоблачения его тоже никого, честно говоря, не удивили. Вообще это смешно и странно. Я полагаю, что происхождение этих разоблачений, конечно, в вечной войне геев друг с другом. Потому что вообще чем у человека традиционнее ориентация, тем благодушнее он относится к геям, потому что да... А бывает разной степени традиционности? Нет. Бывает квази-традиционно. Ахвай, вот чем традиционнее ориентация, тем легче и лучше отношение к геям, потому что чем их больше, тем меньше, соответственно, чем ориентационнее ориентация. А вообще геи, насколько я понимаю... Жизмин, вы заблудились в своих терминах, мне кажется. Они люто-люто ненавидят друг друга, и вот все эти законы карательные, это все в основном следствие тех игр, которые они играют друг против друга, потому что забравшиеся в Кремль портят жизнь региональным геям и так далее, и так далее. Но давайте вернемся все-таки к высылке дипломатов, если вам охота про нее поговорить. Кстати говоря, весь МИД вместе с Машей Захаровой, как вы говорите, возмутился, что высылали в тот день, когда произошла у нас трагедия, вот так вот не могли уже откликнуться соболезнованиями, а выгнали наших дипломатов. Ну, Маше, понятно, нужно все равно какую-то реплику выдать, и не важно, что. Но есть официальное заявление МИДа против Британии, прям такое, что искра из глаз. Когда сегодня появилась? Есть на статье МИД, можно прочитать про то, что это все провокация, и все убийства, за ними стоят британцы, и у них очень опасно вообще в стране, и наши граждане, у них там вот Березовский, Литвиненко, Скрипаль, вот только просто вот... Глушков еще. Ну, про Лужкова не знаю, но все граждане пострадали из-за британских спецслужб, Виталий Наумович, чтобы вы понимали. Ну, это понятно. Хорошо, что нам открыли глаза, я тебе буду знать. Да, я вот, кстати говоря, с удивлением наблюдаю, что это забавно, конечно, и странно, но сейчас глобальная война становится как бы абсолютно реальной, да? При том, что, понятно, сейчас Запад как бы он проектирует и подбирает смирительную рубашку для России, выискивает для нее там дозы аминозина, но, тем не менее, все равно войной стала пахнуть. При том, что сейчас именно то время, когда у человечества нет вообще никаких причин воевать. Да, есть очень благополучное и развивающееся, и передовое, и разумное общество потребления, которое очень занято само собой. Все границы там, где надо, отвердили, устаканились, а там, где надо, стерлись и аннулировались, как это в Евросоюзе произошло. В общем, то, ради чего великая идея Евросоюза и начала осуществляться, чтобы избавиться, наконец, от границ патриотизмов, гвардии и так далее, и так далее. Хотя бы в далеком будущем. И от той ненависти, от лишней ненависти, которую люди склонны испытывать друг к другу. И вот мне было интересно, откуда эти импульсы войны все-таки могут идти, потому что они идут... Откуда? Вот любопытно, они идут от того, от кого совершенно их вроде бы не ждали. Они, эти дураки, в Европе забыли, кто весь XIX век кочегарил мир и Европу, кто развязал Первую мировую войну, кому вообще человечество обязано в горы метропов. Они заснули. Они сейчас только обращают внимание, что когда вот есть на одной чаше весов там сортиры на улице, холодные школы, обнищалые люди, безнадежный перемен, то Россия все равно выбирает ракеты. Неважно, мультики или про ракеты, или ракеты. Вот где корни безумия, да? Вот есть ли причины для какой-то войны? И да, страшный гадок мир ИГИЛа. И Герл ИГИЛа в самом широком смысле этого слова. Но у него еще нет сил сражаться с человечеством. Он пока может только публично на камеру резать попавших в плен по пьяни электриков или журналистов, или трусливые совершать всякие трактики. А у России, вы хотите сказать, эти силы есть? Подожди. Вот кому может быть нужна, да, откровенно огромная война, которая все пожжет, а потом все развалены замажут гноем и калом, да? И вот ответ на этот вопрос, как ни странно, предлагает наш друг Чарли Чаплин. Это не Чарли, да, его российская ипостась, тоже очень смешной, но злобный клоун, тоже в котелке, да? Вот в качестве основы, оказывается, вот этих настроений существует откровение некого старца и неких старцев, которые суммированы в писаниях старца Христофора. И эти фанатики, к которым мы так легкомысленно относимся, они ведь имеют очень много влияния. Они получают миллиардные субсидии и гранты, они получают любую недвижимость, они получают возможность вторгаться в любые школы. Я не могу, к сожалению, процитировать этого старца Христофора, потому что нас всех привлекут за пропаганду войны. Я пошарил по своим православным знакомым, и они, в общем, все со стыдом признают, что да, действительно, ходит эта пафосная гниль и крепко, конечно, мутит головы. И православные старцы напрямую говорят, что да, война нужна, без нее все будет плохо и улетучится духовность без войны. И те, кто подвержены влиянию этих людей, слушают их и, вероятно, набираются каких-то эмоций и соответствующих настроений. Но, кстати говоря, правильно старцы говорят, вот там в Швеции пошли на переоборудование уже почти 5000 церквей и пускают их под овощные рынки и книжные магазины, потому что нормальность развитой социально обеспеченной жизни даже широкую публику избавляет от религиозной веры. Мне много доводилось беседовать со шведами, и там атеистами становятся не только интеллектуалы, там вообще очень смешной атеизм, там настолько, в общем, развитая и благополучная жизнь, что люди просто забывают про религию и с трудом вспоминают, о чем идет, о каких таких христах идет речь, когда я пытаюсь выяснить у них корни их атеизма. А понятно, что любые бедствия, любые нестроения, любая нищета, любое невежество, любая грязь будет пополнять ряды клиентов РПЦ, потому что разоренные, ограбленные. Не хватает нищеты, невежества и горя, вы хотите сказать? Они обеспечивают себе будущее. Ведь поймите, что люди, которые потеряют все, которые будут глубоко несчастны, они гарантированно увеличат эту базу клиентскую, базу РПЦ. Здесь ведь не надо никаких глазов свыше, Попыта передают друг другу сладостную информацию о том, как они жировали сразу в СССР, жировали сразу после Второй мировой войны. И куда действительно податься неразвитому и очень несчастному человеку? Разумеется, к попам. И вот сейчас у нас еще страничка по поведению. У нас в эти дни как раз приходится празднование великомученика Арсения. Был такой великомученик Арсений. Мы как бы не ждем с Дымарским подвоха, но напряглись. А вы не ждите. Это некто Арсений Мациевич. Арсений Мациевич, который долгие годы выполнял обязанность инквизитора московской епархии. У нас тоже была инквизиция сразу после учреждения священного сенота. И вот святого Мациевича взяли за Попу, когда он в своих подвалах перестарался и насмерть запытал какого-то 85-летнего старичка, заподозренного в уклонении от чистоты православной веры. Тогда все вылезло на поверхность. Скандал было уже не замять. Но еще известен Арсений Мациевич тем, что он люто сопротивлялся к секуляризации, то есть изъятии у церкви рабов и земель. И вот, несмотря на этот имидж прямого инквизитора, Мациевич был канонизирован совсем недавно. Канонизирован РПЦ. Люди, которые ходят в эти молитвенные дома, в церкви, они видят образа, золото, камушки всякие. Им в головы не приходит, что это очень часто портреты серийных убийц, мучителей, шизофреников, погромщиков, извращенцев, пытателей. Что вообще большая часть этих персонажей прославилась только подвигами антисанитарии и ничем больше. Или изощренными издевательствами над своими собственными родителями. Потому что сейчас еще празднуется день так называемого Алексея Человека Божьего. Это очень популярный в России святой, очень известный персонаж. Вы знаете, чем он знаменит и известен? У него были безумно любящие родители. У него были безумно любящие родители. Мы предполагаем. Да. Которые вложились, вот то, что называется, в ребенка своего полностью. Но этот ребенок в какой-то момент испытал сдвиг по религиозной фазе. И он ушел и ухитрился за несколько лет монашеской жизни обезобразиться и преобразиться так, что когда он вернулся домой, его не узнали. Его взяли в качестве какого-то убогого слуги. И он каждый вечер наблюдал слезы своих родителей из укромного уголка. Он наблюдал за тем, как они его вспоминают, плачут. Мучаются и думают о нем. И он не сознался им. Он умер, написав все это на какой-то грамотке. Когда он умер и его обнаружили, эта грамотка была зажата у него в руке. И только из этой грамотки стало понятно, кто это такой. То есть, вот это извращенное поведение для меня абсолютно непонятно. Там есть еще один персонаж священной истории, Менедикт Нурсийский. Он прославился тем, что он куда-то пришел, обнаружил там людей, их языческий храм, храм повыжек, язычников перебил и основал свою монашескую общину, чтобы было с кем и в спокойной, уютной обстановке можно было поговорить о любви к ближнему. Это вот три персонажа только этих дней. Только этих дней. К сожалению, ничего нового в вашей рубрике мы сегодня не встретили, но у нас же есть еще какие-то вопросы. Во-первых, спрашивают, как бы вы назвали ракету. Сатана, по-моему, уже есть. Там предлагается все-таки Сатана. Ну, уже же есть какое-то вооружение по имени Сатана. А я уже предлагал для ракеты чудесное название Чика. Да, Чика. Ну, Сухов тогда предложил Гиви, а я предложил Чика в честь Чикатилы, который, в принципе, конечно, меньше народу покрашил, чем Гиви, но тоже, в общем, это умеет. О, кстати говоря, у нас же еще есть украинская тема и невероятные надены выверты, выверты наши красавицы Савченко. Вот она решила уйти обратно. Да, она решила уйти из думских дур обратно в герои. Скучно ей стало, и ее можно понять. И действительно, ее место не в этой придурочной ради, не среди этих получиновников и каких-то загадочных ворюг, которые, я подозреваю, на Украине точно такие же дураки и ворюги. Ну, не совсем. Там вроде бы по законодательству какая-то другая ситуация в парламенте. Не та же самая ситуация. Там другие ворюги. Там другие ворюги, которые воруют, наверное, другой рукой и воруют в других купюрах. Но я думаю, что все они, в принципе, воруют примерно одно и то же. И Надя решила уйти обратно в героя. Она только не понимает одной простой вещи. Она замечательная, храбрая женщина, как мы видели. Но она не понимает, она не профессионал в политике. Она не понимает, что ею уже наигрались. Ею уже наигрались. Более того, она не понимает, что герои, особенно живые герои, они вообще никому никогда не нужны. И более того, их присутствие в реальной жизни сильно раздражает. Сегодня, кстати, или завтра день смерти Гагарина. Ну, это так, к слову. Да, не будем на этом останавливаться. Это вообще о героях и о том, где их место в реальной жизни. Поэтому я думаю, что Димаш Савченко, в общем, закончится очередным бредом, очередным позором. И не она, не Украина, а и для нее, и для Украины. И вообще для всего, потому что, к сожалению, в том, что она сказала, что хочет выдвигаться в президенты, и какой-то там динамичный ролик с вышиванкой и с обыгрыванием слова «надежда» присутствует. Ну и что? Да, и собственным переодеванием в воинские доспехи. А как вы думаете, как отреагирует украинское общество на нее? Украинское общество от нее, скорее всего, устало. Притом, вы знаете, я сам с огромным уважением и симпатией отношусь к Савченко. Но я ее трагедию рассматриваю очень трезво, очень беспристрастно. Я понимаю, что это трагедия дилетанта. Трагедия дилетанта, который оказался втянут в политику. Это трагедия солдата, который вернулся с войны и думает, что соображениями правды, добра, благородства можно на что-то влиять и можно ими руководствоваться. Она не поняла главного, что она уже в другой реальности. И в этой другой реальности совершенно другие качества. определяют жизнь человека и успех этого человека. Поэтому это трагедия и позор, потому что мы увидим очередное падение. Вот боюсь я этого. Слушайте, вы-ка так интересно говорите про то, что общество устало от Савченко. У нас общество по 20 лет не устает от своих политиков. И только они, только, что называется, только наши становятся. Это мы не знаем. У нас, мы, во-первых, не знаем. Мы сейчас наблюдаем, скажем так, процессы, которые наводят на многие разнообразные, в том числе, Оленька, и весьма крамольные мысли. Да что вы! Мы не будем их озвучивать, конечно. Ну что же мы не будем озвучивать? Мы не будем их озвучивать. Нет, просто потому что у нас сегодня, как я понимаю, в эфире уже не остается времени. Нет, у нас как раз сегодня остается чуть больше времени, потому что у нас мы сняли все рекламные блоки. Это чудесно. И благодаря этому, ну, конечно, странно говорить, благодаря в связи с Днем Траура, но, тем не менее, у нас сегодня чуть больше времени в эфире, поэтому вы можете привнести свою крамолу и рассказать мне, например, будет ли Путин править до конца своего срока, который так плохо начался? Станет ли он государем? Я же, вы видите где-нибудь на мне маниста? Я вам цыганка, что ли? Я точно так же вместе со всеми прохожу сейчас этот путь. Другое дело, что я, ну, похладнокровнее и повнимательнее. Я делаю наблюдения и замеры. Я пытаюсь понять закономерности. Но предсказывать я не берусь. К тому же, вот если мы вернемся к Савченке, да, мы поймем, насколько люди могут быть разными в разные периоды своей жизни. Вот я вам сейчас... Представьте себе сцену, да, виселицы. Виселицы. Под этими виселицами стоит человек в белых манжетах, в камзоле, с тонким, очень интересным лицом, совершенно искаженным злобой. Этот человек ловил каких-то несчастных, мелких людишек, которые где-то отчеканили какую-то левую и не ту монетку. И этот человек со зверением помогает палачам, придерживает за ноги, помогает этих людей вешать. То есть вам в голову не придет, что я говорю об Исааке Ньютоне, да? Да, совершенно верно. Когда он был директором монетного двора, он все свои силы бросил именно на это. И никто бы никогда в эту минуту в сыре Исааке не узнал бы того, кому мы обязаны первыми, пусть еще наивными, но довольно любопытными рассуждениями и пониманиями гравитации и других по-настоящему великих истин. То есть насколько разными бывают люди... Человек можно. Еще и адресовывается к моему когда-то, мы не были особо друзьями, но подруживали. Я имею в виду Амана Тулеева и его сегодняшнюю смешную и позорную роль, когда он, в общем, доказал, что от него ничего не осталось. Александр Тулеевич, скажите, пожалуйста, но ведь вы со многими подруживали людьми на вот эти 25 лет. И многие из них забирались высоко, спускались, там всякое происходило. Все так же безобразно превращаются в нелюдей. Ну вот я так грубо скажу. Вы говорите, что власть портит. Вы знаете, нелюдь – это какое-то очень громкое, и я бы сказал, избыточно комплементарное слово. Потому что нелюдь – это все-таки нечто способное на радикальный, решительный, относительно храбрый, пусть и жестокий поступок. А вот во всех, кто приходит во власть и надолго в ней остается, кроме, вероятно, самых-самых, самых-самых ключевых фигур, способность к поступкам полностью атрофируется. Хотя, вы знаете, несколько людей, я знаю, кого власть не затронула, не опалила, и кто, в общем, пока не переформатировался полностью. Первые вот эти вот трупные пятна, вурдалачьи пятна уже пошли, уже наметились какие-то метаморфозы, но они еще пока то, что называется с нами, они еще люди. Но вообще российская вот эта вот вековечная власть, власть, когда… очень удобная власть, потому что ведь власть в России абсолютно не предполагает никакой ответственности. Она предполагает только лояльность. Если ты беспредельно лоялен и не делаешь каких-то совсем уже чудовищных глупостей, ты можешь ни о чем не беспокоиться. И мы это наблюдаем, к сожалению. Мы наблюдаем. Мы это наблюдаем. И, кстати говоря… Любой профессионализм заменяется лояльностью. Да. И вот это вот, вероятно, то, что там, если кто-то кого-то интересует, корни происшедшего в Кемерово, то, вероятно, корни как раз находятся именно в этих волшебных и удивительных свойствах российской власти. И это Александр Невзоров, Виталий Дымарский и Ольга Журавлёва в программе «Невзоровские среды». Всем большое спасибо. Всего доброго.